Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня тема нашей встречи это регламентированный учет. Мы будем рассматривать его на примере демо базы 1S ERP. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта вести. Сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева Галина. Если вам по какой-то причине, например, показалось неудобно время или вы не смогли дослушать до конца, то через некоторое время мы размещаем на нашем сайте, вот вы видите его адрес, запись наших встреч. И, соответственно, вы можете посмотреть вебинар в удобном для вас формате. Также там расположены и другие записи других вебинаров. Возможно, вы найдете для себя что-то интересное. Как будет строиться наша сегодняшняя встреча? Программу вебинара вы видите сейчас на экране. Мы поговорим про первоначальные настройки и тонкости. Поговорим, что такое группа финансового учета номенклатуры, то есть ГФУ номенклатуры, ГФУ расчетов, то есть ГФУ расчетов. Поговорим про бухгалтерскую отчетность, про рабочее место заполнения бухгалтерской отчетности, ну и некоторые другие дополнительные сервисы и отчеты. Строится наша встреча вот таким образом. Какую-то нормативную информацию я буду показывать по слайдам и буду переключаться на демобазу. Сейчас я переключусь. Вот наша демобаза ERP и мы будем здесь разбирать ситуации, про которые проговорили. То есть ручками трогать и настраивать то, что необходимо. Но поскольку нормативной информации по первоначальным настройкам не очень много, то есть наша с вами сегодняшняя встреча будет в основном, что мы будем ручками заполнять какие-либо сведения. То есть поскольку у нас сегодня подключена, как бы включена, так сказать, тематика про регламентированный учет, то скорее это будет интересно бухгалтерам. То есть мы будем говорить, как начать работать в 1С ERP штатными способами, то есть без каких-то дополнительных доработок или настроек, то есть обычным штатным образом. При этом хочу сказать такую вещь. На самом деле программа ERP требует настройки и работы внедрения, то есть потому что какие-то ваши операции будут требовать дополнительных настроек или активации дополнительных разделов. ERP, в отличие от бухгалтерии, имеет достаточно много разделов, которые активируются по мере надобности. То есть проставляется чекбокс, такая зеленая галочка, и в этом случае будут видны настройки, которые касаются именно этого блока, который вы отметили. Тем не менее, в общем-то, по поводу именно первоначальных настройок возникают всегда вопросы, поэтому мы на этой теме сегодня остановимся. Как вы видите, по слайдикам нормативных материалов у нас не слишком много, то есть мы в основном сегодня будем практическими вопросами заниматься, поэтому обратите внимание именно на практические настройки, без которых бухгалтер не сможет работать, не сможет начать использование. Ну и, естественно, те настройки, которые у нас зарыты, так сказать, в учетной политике, тоже требуют, ну, во-первых, сопровождения локальными нормативными актами, а во-вторых, в любом случае вам потребуется, например, составить приказ об утверждении учетной политики, ну и о некоторых других. Вот сегодня мы про эти тонкости и поговорим. Первоначальные настройки можно как бы выразить вот таким вот списком, описать, вернее, вот таким списком. Однако сегодня вот настройки интерфейса мы посвятим очень мало внимания. Мы в основном остановимся более подробно на начальном заполнении, на учетных политиках, то есть по рекламентированному учету, по международному, по управленческому, немного более, не сказать, что очень подробно, но поговорим про настройку прав доступа и про производство. Итак, у нас, в общем-то, скорее всего, если вы уже работали с этой конфигурацией, то знаете, что в разделе «Инсы» и «Администрирование», то есть нормативно-справочная информация и «Администрирование» у нас зарыты, если можно так сказать, основные настройки, которые требуются задать на первоначальном этапе. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу и посмотрим уже раздел «Инсы», так сказать, на примере. Значит, раздел «Инсы» и «Администрирование» у нас содержит несколько частей. То есть первый столбик – это вот вы видите группы «Начальное заполнение», «Инсы» и «Администрирование». Это, если можно сказать так, первоначальные, ну, совсем грубые настройки. Следующий раздел, где у нас идет настройка «Инсы» и «Разделов», это настройка каждого раздела. То есть вы видите, у нас вот здесь вынесены эти же разделы. И это более тонкая настройка. Ну, а уже более конкретные настройки у нас с вами расположены в этих разделах. Я сейчас немножко подробнее покажу, что это такое. Итак, собственно говоря, вот вы открыли конфигурацию, и вам нужно начать с ней работать. Значит, в этом случае в бухгалтерии, допустим, было немножко проще первоначальная настройка. В «Инсы» это немножко сложнее. Ну, во-первых, раздел «Предприятие». Здесь мы задаем сведения по нашей организации, по основным, так сказать, основополагающим настройкам, которые вам в дальнейшем облегчат учет. И обратите внимание, есть вот такой пункт «Связаться со специалистом». Это когда вы уже окончательно на чем-то запуксовали, тогда нужно воспользоваться вот таким сервисом. Итак, раздел «Инсы», то есть научно-справочная, нормативно-справочная информация, у нас содержит пункт по номенклатуре, по ставкам НДС и организации. Вот сначала вам нужно решить, ведете ли вы одну организацию, то есть если у вас одна организация, и вы ведете все разделы учета в этой организации, то, соответственно, нужно задать, что такая функция у вас будет использоваться. Если у вас будет несколько, вот как вы видите у меня, у меня целый список разных юрлиц, которые входят в мой, ну, скажем, так, холдинг, то, соответственно, нужно задавать уже другие настройки. Они у нас с вами находятся в разделе «Инсы и администрирование», меню «Предприятие». Как вы видите, в этом случае у нас открывается определенный интерфейс для того, чтобы мы могли проставить здесь флажки. И вот наш флажок, то есть чекбокс, что я хочу, чтобы у меня велся учет по нескольким организациям, то есть по нескольким юрлицам. В этом случае я проставляю вот здесь вот флажок, и тогда мы с вами видим журнал «Операт». Журнал, в котором находится информация по всем моим юридическим лицам. Я могу зайти и, соответственно, здесь уже более подробно настроить то, что касается моего юридического лица. Ну, в первую очередь, это закладочка общей информации, это регистрационные данные и, соответственно, адреса и так далее. Это очень важно, особенно если у вас есть обособленные подразделения, потому что в этом случае из этой закладочки будет браться информация для заполнения регламентированной отчетности. и, соответственно, в этом случае информация отсюда будет выводиться уже в отчетные формы. Ну, самый основной принцип, который нужно соблюдать при работе со справочниками, то есть то, что нужно заполнить, это то, что надо очень аккуратно и педантично заполнять сведения об организации. Информационные, в общем-то, сведения мы можем использовать такую функцию, то есть вводим вот здесь вот ИНН и затем нажимаем вот такую пиктограмму. В этом случае программа заполняет все последующие сведения из открытых источников, то есть, например, из записи в игре и так далее. В этом случае очень экономится время, то есть бухгалтер-минатор это, ну, или человеку, который будет работать с программой, может быть, это у вас финансист, может быть, главу, то есть не надо будет тратить время на заполнение вручную вот последующих сведений. И регистрационные данные, то есть это то, что у нас идет во многие отчеты, ну, во всяком случае, отчеты, которые по СОС-фонду создаются и отправляются, вот это вот нужно заполнить. Как вы видите, если у нас присутствует вот такая ссылка, то есть выделение синим текстом, то это значит, что мы можем провалиться внутрь и, соответственно, заполнить те данные, которые здесь расположены. А вот дальше у нас пошли две очень интересные закладочки. Это учетная политика и налоги и закладочка зарплаты кадры. То есть вы в курсе, что мы можем ввести начисление зарплаты и кадровый учет в одной конфигурации, то есть ERP, программа дает такую возможность. И это в этом случае все сведения по работникам, по физическим лицам у вас будут расположены в программе. И, соответственно, на закладочке учетная политика вы задаете все про ваше юридическое лицо, какую систему налогообложения применяете. Ну и дальше сейчас мы немножко поподробнее посмотрим. То есть смотрите, если мы переходим по гиперссылке, то у нас открывается общая, так сказать, информация, с какого периода ведется учет по данному юрлицу и какая система налогообложения, то есть общая либо упрощенка. Ну, про ЕНВД у нас уже не актуальная тема, а вот если вы занимаетесь добычей полезных ископаемых, то да, соответственно, здесь должен быть проставлен флажочек. Есть еще одна тонкость, которая касается учетной политики. То есть мы с вами создаем учетную политику, заполняем все вот эти вот пункты меню, и после этого мы сохраняем эту настройку, сохраняем учетную политику. И если у меня в дальнейшем среди моих юрлиц есть юридические лица, которые работают по тем же, например, реалиям, то есть с той же учетной политикой, с той же системой налогообложения и так далее, то в этом случае я могу выбрать уже созданную политику и использовать ее, то есть видите, вот у меня будет список учетных политик, я могу использовать эту учетную политику для данного юрлица, уже не прибегая к ручным настройкам еще раз. То есть главное при этом назвать эту учетную политику так, чтобы вы понимали, что там у нас будет настроено. Например, общая там с обособленными подразделениями или общая система классическая, ну то есть чтобы название учетной политики было такое, которое позволит вам сориентироваться и выбрать эту учетную политику. В бухгалтерии, допустим, в конфигурации 1С бухгалтерия такой возможности нет, то есть там для каждого юрлица вы создаете отдельную учетную политику, которая будет действовать только для этого юрлица. Даже если остальные юрлицы применяют похожую или аналогичную систему налогообложения. Сейчас мы с вами это закрываем, то есть соответственно я здесь ничего не добавляю, все, я считаю, что у меня система налогообложения настроена, я работаю на общем режиме, то есть соответственно я платильщик МДС и так далее. А вот дальше обратите внимание, учетная политика финансового учета. Если я проваливаю систему, которая задает настройки для финансового учета, то я выбираю по какой методике я оцениваю стоимость товаров, то есть средняя, фифа или по фактической стоимости. Ну, соответственно, проставляю, если надо, чекбоксы, то есть зеленые любимые флажочки. Ну и соответственно, если вы предприятие, которое занимается производством с длительным циклом, то вы можете задать здесь, какое время занимает ваш производственный цикл. Например, 3 месяца, 6 месяцев и так далее. И соответственно, если мы вот здесь проставим с вами флажок, то у нас будет разделение на долгосрочные, краткосрочные активы. Как вы помните, в балансе это у нас относится к разным строкам баланса. Ну и естественно, вот если мы идем дальше в настройках, то мы проверяем внеоборотные активы и взаиморасчеты. То есть видите, взаиморасчеты. И собственно, если у нас есть дисконтирование задолженности, то обязательно проставляем здесь флажок и срок, сколько дней это будет составлять. Сложности здесь нет. Здесь достаточно просто взять вашу реальную учетную политику, которую вы принимаете и так далее. А вот дальше немножко интереснее. Дальше у нас идет учетная политика для бухгалтерского учета. И вот здесь вот, обратите внимание, мы перешли по ссылке и теперь заполняем общее положение. То есть 18-е ПБУ. В этом случае мы можем выбирать, чаще всего сейчас используется либо балансовый метод, либо балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц. Если вы вдруг сомневаетесь, какую в вашем случае выбрать, то есть вот такая тематическая подсказочка. Если мы нажимаем на вопросительный знак в конце строки, то будет вот такая тематическая подсказка и ссылка на то, где можно поподробнее почитать. В 1С очень хорошая справочная система, разработана грамотными, естественно, специалистами. И можно посмотреть, особенно на первых порах, чем это может отличаться. Дальше у нас идут основные средства. И вот здесь, обратите внимание, мы должны проставить флажки уже в соответствии с нашими ФСБУ новыми, то есть 6 и 26. И вот в отношении, если мы ставим флажок про амортизацию, ставим вот здесь отметочку, то есть ставим чекбокс, то в этом случае у нас активируется выбор, возможность выбора с даты принятия к учету, то есть это по новому ФСБУ, или с 1-го числа месяца, который следует за месяцем принятия к учету. То есть это то, как у нас раньше принималось к учету основные средства. Ну и, соответственно, с какой даты мы начинаем амортизацию арендованных основных средств. Вот здесь обратите внимание, потому что раньше достаточно легкомысленно относились к тому, что арендованные основные средства должны отражаться на забалансовых счетах, но обратите внимание, что это необходимо, и сейчас, в общем-то, на это уделяется достаточно большое внимание. Абсолютно по такому же принципу у нас с вами нематериальные активы, то есть если мы ставим флажок, то у нас становятся доступны другие стадии, и эти статьи обязательны к заполнению. То есть видите, поле, которое имеет красное пунктирное подчеркивание, это значит поле обязательное к заполнению. Ну, я, допустим, снимаю этот флажок, и эти поля у меня уже не активны. Запасы. Это у нас ФСБУ 5-2019. То есть то, что тоже претерпело достаточно существенные изменения, поэтому обратите на них внимание. То есть если у вас производство, то используете вы или нет 40-й счет. Ведете ли вы учет ТМЦ на забалансовых счетах, ТМЦ, которые вы эксплуатации. Ну, чаще всего это спецодежда, средства защиты и аналогичные товароматериальные ценности. Дальше. Если вы используете сборку или разборку, то в этом случае вы задаете настройками, что используете вы при этом 20-й счет или нет. Ну, и, естественно, списывается стоимость ТМЦ в эксплуатации в конце года или нет. Потому что списание в конце года не всегда бывает приемлемо для бухгалтеров. И списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения. Тоже обратите внимание на вопросительный знак, то есть вам подсказочка, что это в соответствии с новым ФСБУ. То есть на это нужно обратить внимание. И, ну, в принципе, вот это удобная вкладочка. Вот здесь вот, что списываем стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения. Чтобы потом не вспоминать, что списали, что не списали. Это то, что у нас касается... Сейчас, учетная политика, бухгалтерского учета, ну, по какому-то конкретному юрлицу. Да, мы напишем, что сохранить. И у нас еще есть настройка для учета налога на прибыль. Если мы проваливаемся вот по вот этой ссылке, то у нас вот что. Во-первых, формируете вы или не формируете резервы. Ну, соответственно, если мы ставим флажок, то здесь у нас появляется выбор, с какой периодичностью, допустим, за месяц или за квартал. Я пока сниму, он нам не нужен. Это мы только смотрели для примера. Абсолютно та же самая история у нас с лизингом и с внеоборотными активами. То есть, если у нас используется лизинг, то включать в состав налоговых расходов арендные платежи. Ну, а дальше задаются настройки, которые, в принципе, вы все знаете. Здесь у нас не изменилось ничего. То есть, метод начисления амортизации чаще всего линейный применяется. И другие подробности. То есть, здесь у нас, собственно говоря, обратить нужно внимание вот на что. На налоговые инспекции. То есть, если у вас есть обособленные подразделения, то вы должны задать наименование и реквизиты налоговой инспекции, куда вы будете отправлять отчетность по НДФЛ. То есть, видите, вот этот вот справочник позволяет вам потом не тратить время на ручное заполнение, когда вы формируете уже отчетность. То есть, допустим, 6 НДФЛ и так далее. То есть, здесь у вас будет журнал, в котором вы вводите сведения о налоговых инспекциях, которые вы подаете сведения. И, собственно говоря, работа с курсовыми разницами. Здесь тоже обратите внимание, что независимое признание расходов мы задаем, с какого числа будет применяться. Так, нет, нам не надо сохранять, поскольку это наша демобаза. И дальше мы с вами уже переходим на настройки учета по НДС. Вот это важный момент. Обратите внимание на то, что вы здесь задаете. То есть, если у вас ваше юрлицо не является плательщиком НДС, например, по 149 статье или по другим каким-то параметрам вы не платите НДС, то, соответственно, вы проставляете флажки и у вас целый раздел становится неактивный. Если вы платите НДС, то, собственно говоря, вот остальные флажки мы должны просмотреть внимательно и заполнить. Это то, что у нас с вами будет отражаться во-первых, в составлении, при составлении декларации на титульных листах. И второй момент. У нас есть очень хороший помощник по работе с НДС. Мы чуть-чуть попозже про него посмотрим. Ну и, соответственно, для того, чтобы это все работало корректно, то нужно эти сведения заполнить. Вот после того, как мы с вами прошли вот эти вот пункты. У нас с вами остается налог на имущество. Здесь, соответственно, нужно задать то, что касается вас. То есть, возможно, у вас есть имущество, которое по кадастровой стоимости считается, ну или что-то другое. И теперь мы должны задать сведения про учеб зарплаты. То есть, по умолчанию считаем, что мы ведем в нашей конфигурации зарплатный блок, то есть зарплаты кадры. И, соответственно, мы должны задать настройки для работы этого блока. Ну, во-первых, если у вас предприятие относится к территориальным образованиям, в которых применяются повышающие коэффициенты, то это надо задать вот по этой отметочке. То есть, вы проставляете коэффициент, который у вас действует. Ну, соответственно, сначала проставляем чекбокс, а потом уже проставляем цифровые данные, то есть, соответственно, тому, что действует в вашем регионе. И если у вас предприятие расположено в районах Крайнего Севера или приравнены к ним в областях, то, соответственно, заполняем мы все другие. Здесь есть, в общем-то, ссылочки, ссылки на классификаторы, поэтому здесь обычно не вызывает сложности заполнение этого раздела. А обратить внимание нужно вот на что. Окей. Извините, мы не будем вас заполнять. Нет, нам это не надо. Все остается как раньше. То есть, когда мы с вами заговорили про раздел зарплата и кадры и посмотрели, что у нас здесь есть. То есть, понятно, что по резервам отпусков и воинский учет, но воинский учет для того, чтобы в ЕРП работал, если вы хотите вести все под одной крышей, так сказать, именно в ЕРП, то воинский учет требует того, чтобы его дополнительно активировали. Для этого мы идем в меню НСИИ и администрирование. Выбираем, допустим, раздел кадры. И здесь проставляем, вот если вы видите, спускаемся ниже. И здесь у нас есть раздел воинский учет. Ведется воинский учет. У меня уже стоит галочка, что воинский учет ведется. И стоит галочка, что у меня есть сотрудники, которые подлежат бронированию на период мобилизации. Вот когда у меня через НСИИ и администрирование раздел кадры проставлены вот эти чекбоксы, то, соответственно, в этом случае у меня появляется возможность работать в моем юрлице, работать с блоком воинского учета. И, соответственно, он у меня будет доступен из раздела кадры и из раздела зарплата. Потому что, как вы помните, у нас отчет ЕФС-1, то есть новый отчет, который мы сдаем с этого года, соответственно, требует, чтобы сведения о приеме или об увольнении у нас на следующий день подавались данные об этих кадровых мероприятиях уже в отчеты передавались фискальные органы. Собственно говоря, это один срок, по которым должны подаваться отчеты. Ну и единый срок для подачи остальных сведений по сотрудникам у нас сейчас, вы знаете, установлен 25 числа. И, соответственно, вы должны заполнять уже не только сведения про приемы и увольнение, но и про начисленные страховые вносы и так далее. То есть, соответственно, если я предполагаю, что я работаю с воинским учетом, я ставлю чекбоксы в разделе инси и администрирование, и у меня появляется вот такой раздел по кнопочке «Изменить». У меня доступно две гиперссылки. То есть это приказ об организации воинского учета и план работы по осуществлению воинского учета. Это локальные нормативные акты, которые, ну, во-первых, демонстрируют то, что мы вообще ведем воинский учет, ну, а во-вторых, здесь уже готовый инструмент, который, собственно говоря, практически заполнен. И если вы не поленились и заполнили все сведения о вашем предприятии, то есть не пропустили никаких строчек, то у вас, соответственно, будут сведения про руководителя, про то, что он утверждается. Ну, единственное, что военный комиссар вот этот вот блок информации придется заполнить ручками. А так, в остальном, как вы видите, все уже заполнено. Точно к такому же принципу у нас приказ об организации воинского учета. Ну, поскольку у меня не все сведения заполнены про организацию, то, как вы видите, вот, допустим, начальник отдела кадров дополнительное, еще некоторые поля, мне придется заполнить ручками. И чтобы этого не было, мне надо вернуться и аккуратненько заполнить все сведения про организацию в журнале моих юридических лиц. Собственно говоря, кроме того, что сведения про юридические лица я должна заполнить, я должна заполнить еще и структуру предприятия. То есть, задать, какие у меня будут работать склады, какие из них будут оптовые, какие будут розничные, ну, и, соответственно, подразделения, которые будут в моей моей группе, то есть, в моем холдинге. Задается это, опять же, вот мы видим меню НСИ и администрирования, и задается вот структура предприятия. И здесь я уже могу задавать сведения про, допустим, мои склады, то есть, отдел доставки, отдел закупок, ну, то есть, здесь у меня уже будет такая структура, которую я задам. Вот это тоже очень важно, потому что функции складов, например, розничных и оптовых разные. То есть, с одних складов можно проводить реализацию оптовую и розничную, с других нет, только, например, оптовую. И, собственно, склады, как вы видите, название должно соответствовать, ну, то есть, если вы вдруг 1 января встали на работу и не помните, что и где, то, чтобы вы по названию склада могли определить хотя бы, что это, к чему относится. Каждый склад, сейчас вот мы зайдем, то есть, видите, вышестоящее подразделение склады, если вы вот здесь заполняете руководитель подразделения, ну, чаще всего это мол, то есть, материально ответственное лицо, то, соответственно, у вас при составлении документов инвентаризации будет заполнено полностью все, не надо будет в режиме ручного редактирования что-то добавлять. Сейчас мы это закрываем, вот, и, собственно, кадровый учет у нас требует только того, чтобы вы внимательно прошлись по вот этим вот отмечкам и проставили чекбоксы там, где это требуется. Нужно или не нужно контролировать уникальность табельных номеров, это вам, так сказать, управленческая больше задача, потому что, ну, крупные предприятия, где уделяется внимание контролю кадровых номеров, это используют. Не очень крупные предприятия чаще всего вот из-за сложок не проставляют. Ну и, соответственно, если у вас есть сотрудники, которые, например, работают неполный день, то, соответственно, должна быть вот здесь стоять отметочка, что используется работа по неполной ставке. Почему это важно, вот на этот сложочек обратите внимание, потому что, ну, сейчас, знаете, идет контроль с тем, чтобы у ваших сотрудников зарплата была не ниже установлена вам рот. На данный момент это 16 тысяч с копейками. То есть, соответственно, если у вас работает человек там не на 16 тысяч, а, например, на 11, то в этом случае вы можете поставить, что оклад у него, да, соответствует рот, но используются неполные ставки, он работает, например, 0,5 ставки, 0,1 ставка, ну, то есть, соответственно, уже ставите то количество часов, которые вам требуются. и еще один флажок, это отмечать, отображать изменение оплаты труда в личной карточке Т2. То есть, это тоже важно, потому что, когда вы сталкиваетесь с тем, что изменилось, например, изменился размер мрок, то в этом случае вот эта галочка будет вам очень удобно. Так, сейчас мы с вами отсюда уходим и, собственно говоря, вот считаем, что мы уже заполнили учетные политики, заполнили сведения по нашим организациям и заполнили кадровые сведения. Ну, я говорю, естественно, в расчете на то, что у нас отсутствует возможность автоматически загрузить эти сведения из других программ, которыми вы пользовались раньше. То есть, мы с вами считаем априори, что это сведения, которые вы, кроме как, вручную перенести не можете. На самом деле, для того, чтобы начать работать, у нас есть целый раздел, где мы можем, через который внести остатки и внести другие изменения. Мы чуть позже про это поговорим, но тем не менее. Значит, после того, как мы вот эти все сведения заполнили, мы считаем, что наш журнал юридических лиц позволяет нам начать работу с конфигурацией. Нет, нам не надо этого. Это нам тоже не надо сейчас сохранять. Мы находимся в журнале наших юридических лиц. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам. То есть, я отмечала вот красным как бы те пункты, на которые надо обратить внимание. То есть, мы с вами сейчас прошлись по карточкам организации, то есть, вот у меня отмечено в меню организации. И дальше нам необходимо задать основные настройки в регламентированном учете. Значит, расположены они, как видите, в тоже разделе НСИ и администрирования. Раздел администрирования и общие настройки. Значит, сейчас мы с вами в эти общие настройки заглянем и поподробнее там все потрогаем. Но хочу напомнить, что у нас еще есть раздел предприятия, вот где мы с вами заходили и где мы смотрели список наших юрлиц. Там тоже есть некоторые настройки. Но сейчас мы с вами пройдем вот сюда в общие настройки. то есть так НСИ администрирования и вот наши общие настройки. Вот то, что у нас с вами заполнено здесь, на самом деле отражается заголовок программы демо-база. То есть это будет отражаться вот здесь вы видите вот это демо-база. Это как раз таки наименование, которое в этом поле расположено. если вы работаете, например, у вас есть отдельно блок производственных юридических лиц, например, транспорт или логистика. То есть если у вас есть группы компаний, то иногда бывает выгодно, что вы делаете разные базы. То есть, например, пишите логистика и дальше заполняете перечень юрлиц, которые у вас занимаются перевозками. То есть вот этот вот заголовок программы используется у нас вот на этом поле и помогает сориентироваться, какую базу вы открыли. Опять же, если у вас есть региональные настройки, которые касаются юрлиц, которых вы объединили в эту базу, то вот мы можем туда перейти и заполнить крайних сведений. Публикация, контактная информация, это понятный, то есть это заполняется по вашим данным, дополнительные реквизиты исследования и сведения, извините, это, собственно говоря, дополнительная информация, которая у вас может указываться, ну, во-первых, в каких-то региональных отчетах, ну, во-вторых, в принципе, для ваших партнеров. Хотелось мне остановиться вот на чем, то есть история изменения поисков данных мы сейчас пропустим, они не так, критичная для начала работы, то есть разрешена или нет работа с электронными подписями и сертификаты и программы электронной подписи и шифрования, то есть если мы проставляем электронную подпись, значит, мы с вами сможем в дальнейшем отправлять документы, отчеты и так далее, которые подписаны электронной подписью и соответственно задать, какие виды электронных подписей можно использовать и еще один раздел, на который обязательно нужно обратить внимание, это удаление помеченных объектов. Вот в данном контекстном меню вот это самый вредный, ну, если можно так выразиться, пункт, потому что если мы расставляем флажок вот здесь, то есть автоматически удалять помеченные объекты, то получается, что пользователь, у которого соответственно имеются права на удаление объектов, удаляет документы сразу, в обычном порядке сначала ставится отметка на удаление и уже потом в отдельном режиме удаляются помеченные объекты. То есть для того, чтобы проставить вот этот флажок, вы должны быть железно уверены, что человек, который имеет полномочия помечать объекты на удаление, хорошо знает, что он делает, ну, то есть что у него хорошая квалификация и он не просто наобун удалит вам половину нужных документов, но он хорошо понимает, что он делает и зачем. Поэтому вот этот вот чекбокс не торопитесь проставлять, вы можете сделать это позже, но, естественно, автоматическое удаление это, ну, как бы более рискованный формат. Так, и теперь мы с вами в разделе СИ и администрирование займемся еще одним моментом. интерфейс здесь мы останавливаться подробно не будем. Единственное, что хотелось бы сказать, что по умолчанию устанавливается интерфейс такси, то есть это желтое поле, в котором отражаются разделы учета и верхняя линейка, где мы видим открытые уже разделы. Если это для вас непривычно, то можно поставить отмечку вот сюда и, соответственно, у вас будет внешний вид, как в более ранних, например, программах в комплексной или, соответственно, другой конфигурации, где вы привыкли работать. На самом деле такси удобный режим и это чисто дело привычки, которая достаточно быстро формируется. Снова вернемся с вами к нашим слайдикам и посмотрим вот что. Значит, опять же в разделе НСИ это мы уже с вами посмотрели, это мы с вами тоже посмотрели. Когда мы с вами работаем с юрлицами, то есть заполняем сведения про наши юрлица, у нас есть еще вот такая линеечка меню, где даны ссылки. то есть это дополнительная информационная составляющая для нашего юрлица. И вот здесь у нас уже есть интересная информация, на которую тоже нужно обратить внимание. Переключаемся на нашу демо-базу, смотрим НСИ и администрирование, и собственно здесь нас интересует сейчас обращу ваше внимание по слайдику, нас интересует карточка нашего юрлица и дополнительная линейка гиперссылок. не только, то есть у нас сейчас переключаемся на демо-базу, открываем наш ну вот допустим пусть будет Андромеда, она у нас будет дежурной жертвой, и сейчас я его немножечко вот так подвину, то есть вы видите, что у нас есть ссылки, то есть по каждой этой ссылке можно перейти и соответственно если мы говорим про например про международный учет, то мы можем здесь добавить настройки и так далее, ну естественно право подписи, если мы дополняем, то мы задаем сотрудника, который будет ответственный за подпись и в журнале отчетности, которую мы составили, соответственно будут формироваться уже отчеты с указанием фамилии этого персонажа, но кроме этих данных, кроме конкретных подразделов, у нас еще есть волшебная кнопочка еще, по кнопочке еще в принципе убраны пункты, которые не помещаются здесь, это во-первых, или в общем-то не столь обязательно для первоначального оформления, то есть у нас по кнопочке еще, вы видите, мы можем выбрать сведения про лицензии, про налоговые инспекции по налогу на прибыль, это то, что я вам уже говорила, чтобы отражались на созданных отчетах нужные реквизиты инспекции и соответственно заполнить какую-то другую дополнительную информацию. Собственно говоря, почему я обращаю ваше внимание на кнопочку еще, потому что и в других случаях по кнопочке еще спрятана та информация, которая, например, в бухгалтерии располагалась в верхней панели меню. Ну, это, допустим, скопировать, изменить, пометить на удалении и так далее. Как вы видите, эти пиктограммки у нас теперь расположены по кнопочке еще. Теперь мы с вами двигаемся дальше и дальше наша тема с вами будет вот какая. Сейчас мы снова вернемся к нашим слайдам, подвинем поле, чтобы оно не мешалось вот так. И теперь это карточка юридического лица. Мы с вами здесь были, ручками трогали и закладочка учетной политики и так далее. Напомню еще раз, то есть здесь все настройки мы делаем по переходу, то есть мы переходим по гиперссылке и заполняем ту информацию, которая соответствует вашим регалиям и соответственно уходим потом дальше. То есть вот здесь я хочу напомнить, оп, не перескатило, здесь я хочу напомнить про то, что у нас кроме тех позиций, которые уже есть, есть некоторые разделы, которые необходимо активировать дополнительно. То есть это, например, воинский учет. Вот теперь достаточно проблематичный блок. Обычно для бухгалтеров он вызывает много вопросов, много непонятных вещей для бухгалтера возникает в связи с такой настройкой. Потому что для бухгалтерии, например, конфигурация бухгалтерия у нас с вами есть счета учета номенклатуры, счета, которые мы задаем для других финансовых операций. А понятие ГФУ, то есть группы финансового учета, у нас присутствуют уже в ЕРП и у нас присутствуют ГФУ номенклатуры, ГФУ взаиморасчетов. И что же это такое? То есть это на самом деле группы настроек финансового учета номенклатуры, то есть это счета, на которых отражается определенная операция. Ну, например, поступление товаров. Значит, в этом случае у нас участвует справочник товара и участвуют, дальше сдаются проводки, по которым будет отражена данная операция. То есть если у вас в группе номенклатуры присутствует папка материалы и дальше присутствуют, например, материалы для производства, материалы для общего хозяйства, то есть какая-то группировка идет, то для каждой такой группы мы задаем свои настройки. И что это такое и где нам его найти? Ну, самый простой способ, это мы открываем карточку номенклатурную, то есть элемент, и здесь у нас есть с вами, когда мы открыли карточку, закладочка реквизиты, и на закладочке реквизита у нас обязательно включены группы настроек аналитического учета, здесь у нас указывается группировка, где находится наша позиция, и группа финансового учета, то есть вот от того, какая группа финансового учета у у нас выбрана, то, соответственно, такая проводка у нас и будет применяться к этому номенклатурному элементу. Сейчас мы с вами переключимся туда в демо-базе, так, это нам сейчас не очень нужно уже, ну, например, возьмем документы продажи, и возьмем любой, ну, это на самом деле можно из нескольких мест попасть в эту же, но мы возьмем то, что практически чаще всего используется, мы возьмем документы продажи и откроем любую номенклатурную позицию, которая у нас встречается. Так, сейчас, опля, значит, у нас есть товары, вот он у нас, наш бар Борис, и чтобы посмотреть настройки, мы берем вот эту пиктограмму, то есть два листика копируются друг на друга, и смотрим, что у нас по этой номенклатурной позиции указано, то есть вот у нас карточка нашего номенклатурного элемента и закладочка реквизиты. Если я выбираю здесь показать все, то у меня все вот эти группы разворачиваются, и вот я вижу, то есть видите, у меня показаны все сведения, которые касаются этого элемента. И вот у нас группа финансового учета товары. Если я смотрю, что у меня входит в эту группу, то вот вы видите, что в этой группе, то есть счета учета у меня 41, 45, 10, обратите внимание, 10, 0, 7, не просто так. И счета, на которых учитываются продажи, НДС, собственно говоря, это у нас все гиперссылки, то есть мы можем провалиться по гиперссылке, и вот у нас дается поле, которое мы можем редактировать, и которое мы можем указывать более подробно. И, соответственно, название у таких групп финансовых настроек должно быть понятно для вас, то есть мы знаем, что у нас товар, это 41 счет, ну, соответственно, если товар в пути, то 45, ну, и так дальше. Если мы передали обработку на сторону, то, соответственно, у нас будут затронуты другие счета. И если возникает вопрос о том, что, ой, у меня неправильно формируются проводки, у меня, например, вместо 41 счета отражается на 10 счете, это значит, что у вас неправильно задано группой финансового учета, вам нужно открыть карточку и вот в это поле поставить нужную группу, в которой вы, собственно говоря, видите правильные проводки. Естественно, группы финансового учета мы можем редактировать, то есть мы можем добавлять сюда, ну, что-то убирать, то есть это не установленные по умолчанию предопределенные списки. Это то, что мы можем создавать сами, ну и соответственно, либо мы выбираем, либо мы создаем новую группу, ну, то есть уже можем работать так, как вам удобно. Абсолютно таким же образом, то есть номенклатура это у нас то, что в большинстве своем имеет количественное выражение, но у нас есть и работы, услуги, которые, в общем-то, по такому же принципу создаются, и есть еще взаиморасчеты, которые учитываются на других счетах. Принцип построения одинаковый. Уходим отсюда, снова посмотрим на наши слайдики, то есть вы видите это поле, где мы только что с вами были и смотрели, как построена группа финансового учета. Кроме этого, у нас есть еще тонкость одна, это регламентированный учет. То есть регламентированный учет это то, что касается у нас уже официальной отчетности, ну и соответственно дополнительных каких-то настроек. Как вы видите, регламентированный учет, это у нас с вами поле, которое богов знают и любят как родное, то есть это у нас вот этот раздел и смотрим сюда, здесь у нас регламентированный учет и у нас здесь есть настройки и справочники. Это уже самый, так сказать, тонкий инструмент настройки. Здесь уже задаются какие-то вот конкретные вы видите параметры и здесь же план счетов бухгалтерского учета. То есть у нас регламентированный учет и план счетов бухгалтерского учета. Мы тоже его можем корректировать, но сейчас у нас уже, к сожалению, на это не будет времени. Снова переходим и теперь чуть-чуть ну, скажем так, теории, потому что мы с вами уже посмотрели. То есть группы финансового учета это классификация активов, доходов, расходов и так далее для цели отображения в регламентированном учете. И находится оно, то есть если мы хотим открыть конкретно этот справочник, то найти его можно регламентированный учет, как я вам уже показывала, настройки и справочники и группы настроек финансового учета, ну, соответственно, для настройки таких полей. Собственно, использование групп настроек ГФУ в данной конфигурации это основной механизм для формирования проводок при работе с первичными документами. То есть мы выбираем группы финансового учета для номенклатуры, для работы, задаем разные настройки и, соответственно, с этим мы получаем в бухгалтерском учете уже конкретные проводки. Ну, вот вы сейчас на экране видите перечень того, что создано у нас в демо-базе, то есть то, что необходимо для счастливой жизни. То есть вот эти все документы, которые создаются на основе применения ГФУ. Кроме этого, у нас кроме ГФУ, мы можем с вами создавать конкретные счета учета при работе с договорами. Значит, сейчас мы снова с вами вернемся к нашей демо-базе и снова еще раз пройдем в раздел НСИ и администрирования и напомню, что мы с вами брали для первичных настроек меню, создавали в разделе предприятия, ставили флажок, что мы используем мультифирменный учет, дальше задавали организации, дальше для организации мы задавали общие настройки, где у нас с вами, как вы помните, было удаление объектов информационные данные, которые отражаются и так далее. и после этого, после того, как мы заполнили вот эти сведения, то есть дали общие настройки, мы с вами можем вернуться к более тонким настройкам уже настройки разделов. Практически каждый раздел имеет свой небольшой раздел НСИ, то есть справочники и отчеты. Ну, допустим, вот выбираем режим закупки. Вот он у нас с вами здесь, то есть мы при закупках выбираем настройки в этих и вот у нас раздел закупки, как вы видите, здесь у нас вынесен в отдельный блок отчетов, их достаточно много и существует блок НСИ закупок, то есть отражается информация более подробная по данному разделу. У нас с вами сегодня в большей мере интересуют финансовые регламентированные отчеты и так далее. Вот для того, чтобы это все у вас правильно работало, мы после этих блоков переходим в блок настройки НСИ и разделов и здесь нас интересует финансовый результат и регламентированный отчет, потому что к сожалению по каждому пункту этого меню можно делать отдельный вебинар и достаточно много информации, которую можно рассказать и интересной и необычной. Ну, то есть это очень комфортные блоки. Комфортные после того, как вы их уже, естественно, настроили. Ну, допустим, вот у нас блок финансовые результаты контроллинг. Финансовые результаты, вы видите, здесь тоже достаточно много чекбоксов, которые нужно проставить. Дальше учет товаров, это еще один блок. Значит, вот здесь обратите внимание, передача товаров между организациями, это так называемый блок интеркомпаний, когда формируются документы, ну, например, когда у вас товародвижение оформляется документами между своими лицами, то есть внутригрупповой оборот и так далее. и, пожалуй, самое важное, это вот эта вот кнопочка, посмотрите на нее, запомните, это отключение контроля остатков. Если, например, на время сеанса, то есть когда у вас с программой работает грамотный сотрудник, главбух или программист, то это может быть оправдано. Но если вы случайно вдруг отключили контроль остатков по складам, вот это уже беда и катастрофа, потому что в этом случае закрытие месяца у вас будет проблематичным и если у вас есть отрицательные остатки с количественным выражением, то это совершенно однозначно какие-то ошибки и себестоимость у вас будет программа показывает цену дров на имейке, то есть себестоимость будет рассчитана неверно. Снова вернемся к нашим разделам, то есть МСИ и администрирование, ну и соответственно регламентированный учет. Регламентированный учет это у нас в первую очередь настройки, как мы будем отражать факты хозяйственной деятельности, если говорить официальным языком в налоговом учете и как будет работать наше закрытие месяцев. То есть выбираем с какой даты начиная с какой даты будет вестись бухгалтерский учет и соответственно у нас есть переходы. Вот это у нас есть отдельный блок, то есть он в общем-то в разделе МСИ и администрирование и выделен вот в начальное заполнение. Если мы переходим сюда, то вот видите, здесь у нас есть помощники, а во-вторых сведения, которые вводятся первоначально для отражения стартовых данных. Ну и здесь на самом деле тоже очень комфортно, к сожалению, подробно мы их не сможем разобрать. То вот вы видите такое меню, здесь у нас отражены те операции, где у нас были какие-то движения, то есть где мы вводили какую-то информацию выделения зеленым цветом, где не вводили, то информация не имеет цветового выделения, ну и соответственно группировка по разделам, то есть подотчетные лица, вводим задолженность и так далее. Как вы видите, вот например есть у меня подотчетники, по которым были начальные остатки. И вот я создаю операцию, пишу, что Иванов Петров Сидоров имел вот такую-то сумму, и вот здесь тоже очень важный момент, смотрите, поскольку у меня в программе есть возможность вести и управленческий, бухгалтерский и налоговый учет, то соответственно при вводе остатков у меня есть сумма, которая по регламентированному учету, и сумма, которая по управленческому учету. То есть я при первоначальных настройках задала, что у меня управленческий счет, управленческий учет будет вестись на общем плане счетов, которые применяются для бухгалтерского и налогового учета. Это для того, чтобы у меня не было потом расхождения и чтобы я не напрягала мозги с тем, чтобы вспомнить, а какой же у меня счет для управленческого учета. Но сведения, как вы видите, могут быть разные. То есть по бухгалтерскому учету он должен вот столько-то, а по управленческому сумма совсем другая. то есть шеф сказал добро на вот эти вот расходы нету документов, поэтому мы их принимаем. То есть видите, начальные сведения разные. И точно так же вводится и сведения о взаиморасчетах, то есть о застатках задолженности по внеоборотным активам. Ну, собственно, по всем разделам. Вот аналогичные как бы режимы у нас были и в бухгалтерии, в комплексные и в УПП. Ну, здесь на мой взгляд это более комфортно построено, то есть мы можем закрыть все лишнее, чтобы нам не мешалось по конкретному разделу и оставить то, что требуется только для данного момента по вашим именно данным. Ну, соответственно, документы ввода начальных остатков это мы с вами посмотрели. То же самое НЗП, то есть незавершенное производство, ну, собственно, вот вы видите. И такая же форма, как вы видите, у нас доступна, когда мы с вами выбираем вот этот режим, то есть отражение операции, вот здесь у нас есть ссылочки для перехода вот в этот режим, который только что я вам показывала. Ну, соответственно, управленческий учет на плане счетов регламентированного учета, это самый удобный вариант, ну, выбираем с какого числа, например, 01-01-2023 и вводим дальнейшие сведения. Отчетность. Отчетность вот здесь, вот обратите внимание, вот на что, по умолчанию здесь у нас стоит документ PDF, то есть формат сохранения регистров бухгалтерского учета. С одной стороны, формат PDF удобно, потому что PDF сохранил, отправил и уже понятно, что никто не изменит твой файл, как ты его отправил, так он и попадет, например, твоему начальнику. Но на самом деле, конечно, если у вас, ну, например, не очень много персонала и большинство операций делает главбух из-за себя из-за того парня, то в этом случае ему PDF неудобен, потому что если начальнику что-то не понравится или надо скорректировать документ, то естественно в этом случае лучше его сохранять, например, в экселерском формате. Ну, вот в таком. То есть, соответственно, мы выбираем тот формат, в котором будет сохраняться ваша отчетность. Да, удобно, когда PDF, но, допустим, экселерский в PDF перевести проще. И обратите внимание на контролируемые сделки. То есть, если ваше предприятие имеет много юридических лиц, то по-любому у вас какие-то юрлица будут иметь аффилированность. И в этом случае очень высокая вероятность того, что у вас будут контролируемые сделки. Поэтому лучше заранее проставить вот здесь вот отметочку, что у вас будут контролируемые сделки. Так, это нам не надо. И сервисные функции. Что такое в нашем случае сервисные функции? Это когда программа дает вам изменить проводки вручную. функция удобная ничего не скажешь, но удобная она для бухгалтера. То есть для обычного рядового бухгалтера, если он не знает, то есть видит, что что-то не так, ну где изменить это не так, он не знает. Или у него нет доступа, например, в ГФУ. Для головбуха это предмет отдельной головной боли, потому что документы, где ручное введено ручные изменения, то есть вручную, они при закрытии месяца, при обработке документов, они не попадают в пересчет, то есть их данные не пересчитываются и, соответственно, не корректируются. Поэтому когда идет закрытие месяца, главбух будет хвататься за голову и думать, а что же такое, почему у меня не закрывается месяц. Ну, единственное, что в этой программе в этом отношении удобно очень, что здесь есть помощники и отследить документы с ручными операциями очень просто, то есть вам выдается предупреждение о том, что это вот столько-то документов с ручными проводками. Ну, и по упрощенке здесь есть еще вот так вот. это собственно говоря для тех, у кого есть работа с кассовыми аппаратами, то есть в этом случае стоит вопрос, а на какой момент признается выручка. То есть в этом случае мы выбираем, можем выбрать, что с отчетом о розничных продажах, который, например, у вас ежедневно составляется, и вот именно этот документ фиксирует вашу розничную выручку. Так, теперь мы с вами отсюда уходим и снова возвращаемся к нашим слайдикам. И, как вы видите, соответственно, если мы работаем с договорами, сейчас переключимся быстренько, так, это нам не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не надо, так, мы с вами сейчас документ стройки документа продажа все, вот мы с вами берем, опять открываем какой-либо документ, и у нас с вами здесь есть указание про либо соглашение, либо договора, то есть в этом случае у нас получается, что при работе с договорами у нас с вами есть возможность точно так же условия продаж, вот вы видите, здесь задаются индивидуальные условия, также они задаются и в договорах, здесь у нас есть договоры не используются, тогда будет соглашение, вот как мы с вами только что открыли, то есть вот будет соглашение с клиентом, если договора используются, то соответственно по ним берутся вот эти вот подробности, и в этом случае отсюда же будут браться и цены, и скидки, ну то есть задаваться вся информация по реализации, и к таким договорам, сейчас мы с вами выберем какой-нибудь другой, реализация товаров, услуг, допустим, вот будет, то есть к договорам могут быть индивидуальные соглашения, типовые соглашения, индивидуальные, это если только этому партнеру установлены какие-то преференции или скидки, ну и типовые, которые могут применяться для всех и так далее, а собственно хочу вам показать вот договора с поставщиками, и допустим в режиме в разделе продажи у нас есть договора с клиентами, на самом деле справочник клиенты, который у нас есть в разделе продажи, и справочник поставщики, который у нас есть в разделе закупки, это один и тот же справочник контрагенты, которым установлены разные флажки, и когда мы с вами выбираем какой-то конкретный договор, ну например договор закупки, то есть мы с вами создаем юрлицо, и потом этому юрлицу создаем ну либо договор, либо соглашение, то есть как мы с ним работаем, у нас появляется какой-то конкретный договор, и в этом случае, в этом конкретном договоре можем указать, что это такое, ну какая цель, допустим, покупка, импорт, обратите внимание на импорт, то есть если вы работаете с импортными поставщиками, то цель договора вы должны выбрать импорт, потому что здесь есть поступление допустим иностранных товаров и так далее, есть режим работы с импортом, и когда вы ставите импорт, у вас появляются дополнительные функции для работы с таможней, для оформления дальнейших дальнейших операций и так далее, то есть мы задаем сведения о договоре, и в этом случае мы с вами задаем ну во-первых ставки НДС, а во-вторых задаем счета, на которых учитываем, задаем расчеты с этими конкретными организациями, и как вы видите в учетной информации у нас с вами присутствуют группы финучета расчетов, ГФУ расчетов, ну и соответственно если мы выбираем показать все, которые у нас имеются, то здесь мы можем делать группировки и уже по конкретным группировкам, ну например вот я возьму финансовые, будет привязка к конкретным счетам, на которых учитываются расчеты именно с этим, потому что может быть например если это страховые какие-то компании, то будет 76 счет, если это обычные поставщики покупателей, то это будет 60 и 62 счета, ну и так далее, вот и собственно говоря в договорах тоже нужно обязательно учитывать, что мы заполнили все строки, то есть все поля, по которым у нас есть информация, потому что рано или поздно это отразится либо в документах приема, либо в печатных формах, например, вы не задали фактически адрес соответственно в счет фактуре или в УПД не будет заполнена эта информация. Вот, и еще один момент мне хотелось вам показать, то есть когда мы просто хотим залезть в ГФУ, значит в этом случае у нас идет раздел инсы и администрирование и идет информация по настройкам по регламентированному учету. Сейчас мы с вами перейдем. Вот у нас инсы и администрирование и соответственно у нас есть начальное заполнение и извините не туда попало. Так начальное заполнение и здесь мы с вами можем вот эти группы ГФУ сейчас я еще раз открою вот то есть у нас есть настройки справочники по регучету и группы финансового учета номенклатуры и группы финансового учета расчетов и доходов и расходов. То есть мы можем попасть в документ который содержит проводки то есть в ГФУ либо через документ это мы с вами уже смотрели и делали либо напрямую настройки справочники по регламентированному учету. Ну и соответственно вот у нас здесь и план счетов мы можем его корректировать и группы финансового учета. Значит еще раз с вами переходим НСИ и администрирование соответственно у нас здесь есть регламентированный учет и вот у нас сведения которые должны быть заполнены которые мы должны обязательно проверить. Так сейчас мы отсюда идем и к сожалению у нас уже время я перебрала на самом деле здесь нужно очень внимательно следить первое за тем чтобы все поля были заполнены даже независимо от того что они имеют красное подчеркивание или не имеют и естественно потом только после того как вы настроите через раздел НСИ и администрирование заполните нужные поля только после этого переходить к работе уже с конкретными документами обратите внимание что если у нас допустим другие конфигурации были бухгалтерия или какие-то другие документы то большинство справочников мы можем заполнить по ходу создания документа ERP такая возможность тоже есть но сейчас я снова переключусь то есть ERP нам все-таки нужно сначала задать так сказать ориентиры то есть заполнить общие сведения уже только потом переходить к созданию документов которые вам необходимы и из документа мы можем уже заполнить данные справочников которые ну например вам требуются при работе с документами продажи и так далее но ключевыми моментами для нас в разделе НСИ все-таки будут являться организации структура общие настройки дальше меню предприятия и собственно говоря финансовый результат и рекламентированный учет то есть это то без чего нельзя к сожалению начать работать с ERP сейчас мы с вами вернемся к слайдам я хочу показать вам еще раз титульный лист чтобы напомнить наши контакты нашу нашу почту телефоны телеграм контакты и собственно говоря адрес нашего сайта на этом компания Кодерлайн благодарит вас за внимание большое спасибо вам за уделенное время за проявлен интерес и мы будем рады выполнить для вас любые работы с программами семейства 1С и внедрение и продажу и настройку так что милости просим к сотрудничеству на этом мы прощаемся всего доброго хорошего дня и настройки и настройки и настройки Продолжение следует...